Народное достояние Чувашский национальный конгресс выиграл президентский грант и реализует проект «Национальное достояние народов. Достояние России». Теперь у него есть возможность побывать в тех городах страны, где живут наши земляки. Первый визит в Санкт-Петербург, в Дом дружбы народов. О поездке в город на Неве расскажет Юлия Важенина. Старинные дворцы, разводные мосты и исторические музеи. Питер встретил нашу делегацию теплой погодой и традиционным дождем. Небольшая экскурсия по культурной столице нашей страны и сразу в гости к новоиспеченному молодежному отделению ЧНК в Ленинградской области. Наше молодежное Чувашское объединение в Санкт-Петербурге, оно достаточно большое. И количество членов, там активных членов, которые участвуют в наших мероприятиях, составляет около 50 человек. Планы нашего объединения молодежного достаточно, мы считаем, что интересные. Мы хотим развивать чувашскую культуру среди молодежи, чувашской молодежи. Мы привлекаем не только чувашскую молодежь, но и всех желающих. В числе участников проекта не только представители Чувашии, но и Московской, Мурманской, Нижегородской областей, Республики Башкортостан и Татарстан. 12 регионов России и не только. Лидия Григорьева представляет чувашскую культуру в Эстонии. Эмоции зашкаливает, конечно, столько нарядов, столько красоты. Конечно, очень трогательно это. И поэтому еще раз приеду сейчас, еще сильнее, еще сильнее будем работать и прославлять чуваши. Представители делегации провели мастер-классы по различным направлениям чувашской национальной культуры. Таким как поэзия и проза, вышивка, вокал и хореография. А завершилась поездка большим галоконцертом. Теперь представители Конгресса планируют в течение года побывать в Тюменской области, Татарстане, Башкортостане и даже в Республике Крым. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.